Диета переводится как образ жизни. Идите к врачу. Без этого невозможно выбрать стратегии в питании. Нужно следить ежегодно, а сразу же выбирать правильные подходы к своему телу и к своему здоровью. Друзья, это 5 советов от профессионалов и для профессионалов. Наталья Самоленко, врач-диетолог, эндокринолог, основательница клиники диетологии Самоленко. Самый первый, самый главный совет, прежде чем записываться на консультацию к диетологу, нужно определиться с выбором специалиста. То есть идите к врачу. Не бросайтесь в инстаграм и в другие социальные сети для выбора блогеров, нутрициологов. Которые зачастую вообще никакого отношения к медицине не имеют. Совет номер 2. Задайте анализы. Есть необходимый диагностический минимум, который дает понимание, как работает ваш организм. Важны маркеры по белковому, жировому, углеводному обмену, а также те гормоны, которые регулируют обменные процессы. Без этого невозможно выбрать стратегии в питании. Кроме того, в некоторых случаях без медикаментозной коррекции невозможно сдвинуться с места. Проходить чекап у врача каждый год это является обязательным мероприятием. Точно так же, как машина проходит техосмотр каждый год, точно так же за своим телом, весом, композицией тела, результатами обследования нужно следить ежегодно. И вполне это может быть в кабинете диетолога. Потому что анализ гормонов, анализ композиции тела, а также маркеров метаболических дают как раз понимание о том, каким здоровым вы обладаете на данный момент премией. Вообще с греческого слово диета переводится как образ жизни. То есть это всегда про длительную историю. Мы как врачи, конечно, категорически против авральных вмешательств в работу организма, в том числе при помощи каких-то жестких диет. То есть задача выбрать ту программу, ту стратегию, которую вы можете соблюдать очень долго. Я всегда на эту тему привожу аналогию с чисткой зубов. Мы не рассчитываем, что это продлится неделю или две до тех пор, пока зубы не станут идеально чистыми. То есть это практика, та привычка, которая сформирована на всю жизнь. Точно так же и правильные привычки в еде должны быть сформированы и остаться с вами на всю жизнь. Врачи, обследование, результаты анализов, гормоны, метаболические маркеры дают вам понимание, что лучше подойдет в данный момент времени. То есть вы просто не будете терять это время на эксперименты, не ставить эти эксперименты со своим здоровьем, а сразу же выбирать правильные подходы к своему телу и к своему здоровью. Продолжение следует... Продолжение следует...